итак друзья ну что ж и ко мне пришли 7 band 7 заказывал из алиэкспресс еще когда доллар был угол ну короче не угол но такой нормальный где-то 60 рублей сейчас подешевела но цены в общем то не знаю везде разные короче мне 7 band 7 из китая пришел через три недели три недели мне кажется что это ну достаточно нехилый срок заказывал я вместе с защитными стеклами вот они видите защитные стекла и соответственно с белым браслетом который видно что короче здесь нет на нем никакого значка xiaomi поэтому я делаю вывод что вот этот браслет он даже не белый должен быть белым какой-то кремовый у него цвет и соответственно что это все не оригинал ну что ж надеюсь что 7 band 7 оригинально вот и давайте приступать к установке установки просто распаковки вот так вот делаем и соответственно друзья распаковку приступили котейка пришла как раз вовремя потому что она всегда любит в ответственные моменты заходите так тянем ну тут упаковка в общем-то классическая какая была и на не бенде шестом-седьмом я специально сейчас достану не б 6 и должен вам сказать что как раз поцарапал прямо вот купил и поцарапал видите здесь сверху царапинка не бен 6 и дело в том что я до этого думал что ми бенды они не царапаются вообще мне вот этот первый не бен который я поцарапал очень странно друзья ну что ж значит давайте смотреть и сравнивать одновременно и так первые первое у нас будет открытие и первое подключение так давайте распаковка я сам еще не видел их и для меня будет сейчас очень важно ну как бы посмотреть значит ну вот первый вид друзья ну они не настолько большие как мне казалось ну давайте сравнивать вот как раз они когда черный так надо было чтобы оба экрана стали черным вот и друзья смотрите даже в общем то можно сказать что незаметно но заметно друзья действительно круто шире не бэнта 7 и это круто и по качеству ремешка сразу можно определить что это оригинальный mi band 7 теперь друзья достаем зарядку и говорят что зарядка ровно такая же как была у mi band 6 сейчас сразу же моментально сравним зарядку от mi band 6 и 7 и так друзья вот он у меня от 6 зарядочка и вот давайте смотреть сюда да она абсолютно абсолютно полностью одинаково да даже выступы вырезы все одинаковые просто здесь надпись сяоми а здесь ми вот и длина их ну короче все вроде как все одинаково да и длина друзья один в один вот как видите просто длина один в один ну что ж где давайте теперь включать что-то я если честно я немного в шоке потому что вроде как бы я раньше они были ну как не знаю включались сразу же я уже честно скажу я подзабыл как включается надо зажать может включается mi band 7 или просто подсоединить его кпк ну что ж давайте сейчас разбираться подключим посмотрим и так взят стоило мне просто подсоединить питание и все вот они вот так вот включили запустили зарядка 70 процентов и сразу же qr-код ну да во первых я запустил приложение заплайв которые бывшие мифит да и соответственно сейчас будем подключать давайте выбираем подключить устройство и у нас естественно будет браслет и смотрите после подключения этого устройства собраны вот это ладно согласен а здесь вариантов так перейти настройки доступ к местоположению заплайв хорошо вот все вроде как бы все так так ну что ж давайте еще раз браслет согласен для сканирования qr-кода устройства приложению необходимо предоставить разрешение на основании камер сделать снимок хорошо принимаем при использовании приложения итак друзья смотрите первый раз такое при подключении значит то 7 браслетов при подключении mi band 6 такого не было теперь просто сканируем код браслет qr-код вот включите bluetooth включаем gps bluetooth да и gps тоже надо включить и друзья вот он сканер а вот он qr-код и подносим естественно сканер к qr-коду и вот так вот теперь происходит подключение это очень круто очень удобно очень классно идет подключение мы ждем буквально таки несколько некоторое время короче и включаем принести браслет ближе телефону куда уж ближе здесь уже 69 процент было 70 надеюсь так быстро проценты не едят что это просто сейчас такое или было уже 69 так сказать еле-еле все друзья подключение произошло ставим галочку здесь ok есть подключение на китайским конечно не понимаем но друзья поверьте когда сейчас нажмем продолжить и произойдет синхронизация будет русский язык итак друзья вот часы загрузились вот они настройка языка видите уже на русском пишется нажимаем синхронизация и здесь давайте читать что у нас на экране руководство по использованию полный экран 16 дюймов и широкий выбор тем для циферблата это очень круто вот тема мне нравится с марсом крутящийся у меня такая тема была на смартфоне и выглядит это очень круто дальше друзья значит руководство пользователя получите совершенно новый интерактивный опыт потяните вниз чтобы посмотреть список сообщений это очень круто раньше такого не было нами бенди 6 по крайней круглосуточный монитор уровня кислорода в крови и оповещение низком уровне кислорода это тоже круто классно огонь супер дальше друзья руководство пользователя профессиональная оценка эффекта тренировки и квалифицированный анализ тренировок тоже круто короче нажимаем начать у нас других вариантов нету обновление системы и сразу же видите обновление короче подключение покер коду мне больше нравится классно быстрее лучше удобнее все такое так что друзья вот здесь внизу и происходит до процесс пока ставим на паузу вот а потому что видите здесь вот так вот начальном уровне поехали итак друзья у нас произошла синхронизация но теперь идет подключение опять проценты опять ждем и короче надеюсь что все будет отлично мне кстати сразу же нравится яркость экрана и экран нами бэнди седьмом просто супер 7 удачное число и вообще получился просто бестсельдер на мой взгляд опять же и так взять сравним коробками band 6 и не бэнт ой бэнд так это 5 и бэнд 6 и бэнд 5 и друзья они абсолютно идентичны причем знаете как произойти оригинальный нет а справа у нас значит нет причем теперь со скругленными углами и значит вот так выглядит рельеф значит смотрите чем и как еще определить рельеф потому что самая коробка матовая а здесь у нас глянцевое изображение и слева и справа здесь больше стал не бэнд на нем теперь седьмёрка раньше была шестерочка вот так теперь а семерку здесь только сверху коробки здесь у нас были характеристики справа теперь нету да теперь по бокам у нас нет никаких характеристик все значит с обратной стороны и выглядит вот так вот все я беру китайский версий поэтому так все они выглядят ну вот в целом все коробки вообще в общем то не изменились кроме как принят на них итак друзья как эволюционировали коробки от ми бэнд 4 до 7 ну мы видим да ну во первых сами не бэнд они вот интерес здесь по картин до увеличился значит то экран причем мне нравился ми бэнд 4 мне нравился потом ми бэнд 5 мне нравился ми бэнд 6 ну и теперь я просто без ума от ми бэн до 7 он просто best ever огромный экран и все такое увеличенная батарейка новые возможности мониторинга значит кислород в крови по дням и так далее друзья выглядит теперь только смотрите раньше были вот так внизу 4 там и на тройке тоже 4 5 6 вот здесь вот цифры теперь просто огромный логотип и мне он нравится нравится то что увеличивались экраны до увеличился и каждый раз я просто тоже без ума и я без ума был и от 6 потому что экран стал вообще шире как на весь размер ну а теперь вообще просто безумно очень круто ну что ж друзья вот собственно подключение произошло здесь у нас сообщение смотрите список изменений импульс system performance click the component to enter application фиг сам бакс окей фиг сам богу друзья выглядит теперь появился на секундная стрелка боже как это феноменально красиво выглядит смотрите тут у нас справа максимальная яркость вы не видите но яркость просто увеличилась просто я не знаю может у меня выгорел конечно экран может быть просто яркость другая но по моему нами бенди 6 яркость вроде как бы это самая большая яркость да а нет яркость не небольшая была самая ну короче все равно очень круто вы только посмотрите кстати здесь тоже надо посмотреть на настройки настройки окей давайте посмотрим какие экраны то теперь настройка экрана даже появилась блин как это круто как это все круто феноменально посмотрите я сделал поярче экран и друзья что он хочет сказать это то что выглядит все очень круто появилась секундная стрелка и теперь давайте посмотрим какие есть экран сажимаем и сразу же к самому интересному это марс окей с используем его и смотрите анимация просто феноменальная значит единственный минус друзья это то что значит постоянно на английском 6 июля вот значит тоже на английском день недели и шрифт не особо мне кажется нравится вот такой то есть мне нравится то что было и плюс нету шагов ну короче такую такую себе решение давайте смотреть на следующий используем вот такой ну целом тоже неплохо стать друзья меню смотрите меню вот давайте сравним вот такое меню нет уведомлений да и при появился такое меню ну кстати давайте еще обстановить левое меню вот такое вот вот но она крутое и правое меню то есть температура дата великий новгород на русском сверху ну что же отлично значит так но мне все-таки нравился самый первый так используем этот ну выглядит неплохо тоже но опять же самый первый самый основной мне больше всего нравился именно вот этот как я понимаю да давайте еще этот посмотрим так секунду ждать и ну тоже тоже короче такой вот так же друзья в общем-то самый лучший это вот этот основной опять же нам на мой счет ну по моему мнению и друзья естественно тут я нажал и смотрите у нас здесь я так понимаю по шагам вот так теперь легче нажимать раньше был слишком маленький экран и нажать сюда было очень ну короче что попадешь не туда большая вероятность вот видите да я смотрел пытался сюда нажать на шаги а нас попал на шаги ну короче попал на температуру попадая постоянно не туда здесь же друзья теперь легче из-за да видите теперь я попадаю из-за большого экрана куда надо вот хочу на шаги попадаю на шаги хочу короче единственное что заряд не делал короче друзья зарядка такая же анимация как и было ну просто феноменально вы только посмотрите были это просто феноменальная разница вижу смотрю на камеру и это не особо ощущается и и видно а в жизни друзья просто феноменальная разница просто вы только посмотрите тактильно браслет не изменился все также такой же пластик значит да тут чуть-чуть пожестче но возможно связано с тем что он еще разносится другой стороны вот так тоже все выглядит датчики примерно даже и также располагается и примерно такого же размера также зарядка располагается также значок ми был появился ночек xiaomi вот и друзья я вам скажу мне очень нравится уже сразу из-за особенности смотрите теперь значки огромные да вот они были вот такими маленькими в настройках правда они мне нравились больше по дизайну вот здесь вот такие кубышки почему напоминает мне дешевый android какой-то вот но значки стали больше и вот так вот видите и теперь смотрите как выглядят настройки смотрели интерфейсами кстати более кажется плавный но это не точно значит настройки теперь действительно выглядит как на телефонах xiaomi вот такие настройки мне они тоже нравится так они выглядели настройки вот так теперь выглядят настройки и на мой взгляд очень круто и вот так друзья ну что ж давайте приступаем к интересному посмотрим на скажем датчик сердцебиения давайте включим и вот так вот происходит измерение на мой взгляд анимация просто супер нечто новое что-то новое и вообще значит смотрите там даже подсказка пожалуйста не двигайтесь так друзья это очень круто 83 удара и 81 80 вот он результат ниже есть график вот видите сердцебиение значит так как какие были измерения до этого до внизу и чсс в покое и так далее и чтобы начать вот здесь на же ну короче очень круто все и друзья что хочется еще сказать что здесь у нас есть давайте замерим еще уровень кислорода в крови есть конечно сон так погода на погоду можно было посмотреть и на основном экране и больше интересно где датчик так дыхание это понятно кислород так неужели я не знаю что вы просто кислород в крови поверить надо я не знаю что сделать надо чтобы померить кислород в крови так не знаю может я не туда смотрю индекс активности пай нет а вот кислород просто у нее извините у него поменялся логотип поэтому значит я еще одно и так во время измерения наденьте браслет плотно и оставайтесь неподвижны ну что же давайте и друзья мне сразу же нравится новая анимация вы только посмотрите насколько она круто глубокое изображение и здесь еще параллельно и показывают значит сердцебиение до количество ударов минуту и вообще супер конечно не двигайтесь но это тяжело короче иногда так было на прошлом ми бенди шестом когда вроде стоишь и не двигаешься и несмотря на это да вот не удалось повторить ну потому что надо прямо сильно не двигаться и точно такой же датчик как и нами бенди шестом точно также капризничает вот очень напоминает по крайней мере что-то ему мешает не двигайтесь 63 до 1 минуту и у меня есть такое подозрение что и со второго раза ничего не получится но остается надеяться да ну ладно друзья как и был каким он был таким и остался уровень кислорода в крови ну вот так вот надо по несколько раз мерить и возможно из-за того что я сейчас стою я как-то шатаюсь там или я еще наклонен не специально чтобы лучше было видно камеру хотя ну вот собственно вот так вот но все равно все устраивает и уровень заряда все пай значит здесь у нас шагов сколько килокалорий сложено и здесь шаги просто ну а посередине температура что очень круто то есть постоянно смотрите и в реальном времени видите температуру причем она действительно различима на предыдущем было ее не заметно настолько маленький экран настолько он был перегружен сейчас же просто супер все просто огонь друзья вот так вот не знаю что сказать это был конечно короткий быстрый обзор но вот так вот и яркость я поднял тоже экран на максимум и так для всем привет как наклеить значит защитную пленку на mi band 7 я купил в китае заказал не пансимой только распаковал в комплекте вот шли вот такие вот две там штуки две пленки и соответственно вот так они выглядят друзья причем смотрите на них вот здесь фронт а сзади у нас бэк вот соответственно в начале необходимо значит короче друзья первым делом тянем за вот этот ярлычок да и снимаем заднюю часть после чего друзья берем вот так вот и наклеиваем но опять же на камеру не скажу чтобы я прям был очень метким вот приклеиваем разглаживаем причем надо хорошенько сейчас разгладить я не знаю взять какой-нибудь пластиковую штучку так вот хорошенечко разгладить так можно просто ногтем придавливать чтобы у нас не было никаких пузырьков вот разглаживаем разглаживаем так вот здесь вот тут вот тут вот ну и после всего тянем на себя и вот так вот такой вот результат у нас получился вот так что ну и можно так как мы можем потом докасаться все равно попытаться до разглаживать короче вот так вот получилось напишите то что вы думаете в комментарии конечно у нас есть две вот таких штуки поэтому со второй попытки я думаю можно будет приклеить нормально вот хотя и так вроде нормально друзья вот собственно и все значит единственное что видите это обычно я в думал что это стекло на самом деле этого тоненький пластик защитный и он ну как бы вот такой вот вот собственно и все всем пока доставить и так друзья все мы покупаем и бэнды да иногда значит запасными ремешками разноцветными и я решил купить в них м7 себе с белым ремешком вот так выглядит но глядя на упаковку стал понятно что навряд ли это фирменная упаковка а xiaomi подсказывает значит мое чутье он должен быть белым но по цвету он я не знаю видно ли вам на камеру но он кремовый он кремовый и белые между белым и кремовым да как известно огромная разница соответственно достаем вот так вот видите сразу же разница между оригинальным да он прямой видите все нормально и ну короче мне кажется что тут даже очевидно что это не оригинальный и давайте сейчас попробую надеть и посмотреть посмотрю как вообще сидит и выглядит вот этот не бэнд ну короче сразу же уже девается как-то не так кто-нибудь скажет что это белый друзья любой цвет назовите кроме белого я скажу вам что да наверное он кремовый наверное он возможно серый какой-нибудь там но только не белый но друзья и вот так выглядит и сразу же вам скажу что ох ну неплохо ладно неплохо и на ощупь неплохо и так но все равно друзья я буду ходить наверно все таки с оригинальным и вдобавок друзья честно вам скажу что не похож он на белый вообще ничуть не похож и выглядит тоже не так как ожидалось но хотя в общем то тоже и неплохо вот ну напишите то что вы думаете как вам вообще понравилось ну ладно скажу все равно хочется ходить и сейчас на оригинально вот так вот всем пока до свидания и так взят плюсы mi band 7 относительно mi band 6 и так поехали самый первый плюс это экран стал больше и поверьте друзья на камеру это может быть даже особо не видно незаметно но в жизни блин огромная разница просто огромнейшая разница она просто бросается в глаза значит то увеличенный размер увеличенный соответственно экран и соответственно увеличенная батарейка но из-за увеличенной батарейки и увеличенного экрана ну понимаете растет потребление из-за экрана соответственно заявлено что они будут работать как mi band 6 вот вот эти уменьшенные друзья следующая разница это новые экраны да соответственно вот так вот теперь выглядит экран и появилась секундная стрелка новый дизайн и это круто кстати из плюса значит большого экрана раньше если мы нажимали на какие-то части минами бэнди шестом вы промахивались вот допустим чтобы попасть по погоде либо по шагам достаточно было сложно лично у меня то теперь это стало просто на порядок легче просто на порядок и узнать погоду и так далее тому подобное намного намного проще вот плюс появилась еще секундная стрелка друзья что дальше появилась режим когда у нас определяют кисло уровень кислорода в крови в течение дня соответственно пишет график соответственно вот если мы смотрим здесь видите вот график сердцебиение это зашел до уровень кислорода ну короче внизу показаться график у меня не получилось пока мерить ну короче меди там также кислорода как и старт соответственно дальше друзья это увеличенные ярлыки теперь смотрите новые улучшенные ярлыки ведь они больше на большем экране и этого действительно круто допустим настройки теперь выглядят вот так вот да как на телефоне относительно того как ими не были мне кажется что значит интерфейс тоже стал быстрее но это опять же мои вот так выглядели настройки увеличенный шрифта теперь у нас сообщение есть смотрите вот так свайпами здесь у нас сообщение чего кстати не было на старом и сразу же здесь у меня просто никаких сообщений видите здесь вот не было нами большинством сообщений друзья следующий плюс это значит но цепь на все я рассказал о основных плюсах очень крутой здоровый яркий экран новые циферблаты новая функция до в течение дня уровень кислорода в крови также сообщения вот эти которые у нас появились бесконечное количество режимов спорта спортивных режимов теперь значит и лучше работает вот это режим когда значит потухает экран и вы значит часы двигаете да вот вы видите да и раньше они еще и значит просыпаются еще и ярче экран друзья но по крайней мере ярче про мне так нравится кажется напишите может вы не замечаете друзья вот собственно и все это были короткие быстрые бросающиеся в глаза и на лицу бросающиеся в глаза разница вот такая вот и конечно же просто в шоке от крутизны новых mi band 7 это действительно 7 счастливое число и удачи и очень круто все вот так мне лично очень нравится друзья вы собственно и все надеюсь вам тоже понравилось значит всем пока до свидания